Всем привет, вы на канале АВА. Сегодня в нашем обзоре, улетные новинки в мире электроники и техники, которые мы увидим в 2018 году. И начинает наш топ новинок. Камера для 3D селфи. Двойными фронтальными камерами уже никого не удивишь. А как насчет трех глазков, которые превращают смартфон в полноценный 3D сканер лиц. Гаджет Beeluz 3D Face Camera Pro подключается к смартфону через USB-C. Поддержки iPhone пока нет. Только Android, только хардкор. Говорят, что скоро она появится в китайских смартфонах, чтобы они могли тягаться с iPhone X. Как это работает? Устанавливаете камеру и медленно вращаете головой влево или вправо. Камера быстро обрабатывает данные с 500 тысяч точек и строит 3D модель. Внутри камеры 2X сканера и традиционный модуль. Говорят, она может передать на модели даже пурые мелкие морщины. Заказывать можно хоть сейчас. 499 долларов. И она ваша. Сами понимаете, сколько будет стоить. Китайский смартфон с такой надстройкой и кому он будет нужен. Следующий в нашем обзоре микроавтобус Volkswagen ID. Вас с умным автопилотом АИЧ-пилот. Неужели это тот самый автобус из фильмов о хиппи? Нет. Его реинкарнация. И довольно интересная. В сотрудничестве с Nvidia автопроизводитель создал концепт транспорта с умной системой пилотирования. Фактически Nvidia 3V9 это набор инструментов для сборки автопилота. Там и распознавание лиц или жестов, и отслеживание окружающих звуков, и голосовое управление, и функции, которые предупредят водители об опасности. Все это можно встроить в приложение для автобуса, в систему датчиков внутри и снаружи, а также компьютер для их обработки и обеспечить безопасное автономное вождение. В общем, такой себе автобус для вечеринок с ярким дизайном и перспективным фаршем. Серию обещают запустить в 2020 году. Далее в обзоре, умное зеркало колер. Если не получается сделать умным весь дом, можно начать с ванной комнаты. Зеркало колер включает микрофон и динамики и управляется голосом через Amazon Alexa, чтобы вы могли попросить о чем угодно, даже не открывая глаз. Например, установить нужную температуру воды или сиденья унитаза, приглушить свет, переключить трек в плелисте. Понятное дело, что остальная техника также должна быть умной. А значит, за унитаз придется отдать 5625 долларов, за кран – 800 долларов, за душ – 3300 долларов. Цена такого зеркала – 1000 до 1300 долларов. Всего-то. Следующий в нашем обзоре – автобус Toyota E-Palette. Симметричный концепт из будущего. Почти все бока которого занимают рекламные экраны, выглядит неожиданно. Но Amazon, DD, Mazda, Tesla, Uber уже поверили в него и подписали партнерские соглашения. Длина разных моделей – от 4 до 7 метров, но принцип один. Транспорт может ехать вперед и назад. И не требует водителя. Показать Toyota E-Palette в деле обещают уже в 2020 году. Автобусы будущего используют для перевозки гостей и участников олимпийских и паралимпийских игр в Токио. Далее в обзоре – кресло Мони для виртуальной реальности. Реально крутые ощущения и полное погружение в виртуальную реальность обеспечит кресло от Мони. Первый интерактивный VR-аттракцион поможет прочувствовать все взлеты, падения и кувырки. Смотришь видео – и уже дух захватывает. Правда, дома такой вряд ли поставишь. Во-первых, места занимает много. Во-вторых, цена стартует от 130 тысяч долларов. Лучше уж топовую Теслу купить, в самом деле. Хотя разработчики заявляют, что 350 заявок от клиентов получили всего за 2 недели. Далее в обзоре – байтон концепт ТВ, китайский ответ Тесла. Электрический сув от Тесла и Агуара обойдутся недешево. Китайская байтон представила концепт, который не слишком им уступает внешне. К тому же будет иметь более технологичную начинку. Разработчики пообещали автономность третьего уровня, так что на дорогу все же поглядывать придется. А в 2020 году будет готов автопилот четвертого уровня, когда управление будет передаваться только в экстренной ситуации. Зато цена – всего 45 тысяч долларов. Полторы бюджетных Тесла модель 3. Детище определили как смарт-интуитив, умно-интуитивное транспортное средство. Практически вся панель, один большой узкий экран, еще один экран расположился на руле. И два экрана на подголовниках передних кресел. Далее в обзоре – летающий автомобиль Волокоптер от Intel. Процессоры процессорами, но удивили всех именно летающим авто. Огромный дрон, рассчитанный на одного пассажира, поднимается в воздух 18 роторами. Питается он от батареи. На борту – дублированные навигационные системы GPS, а также датчики для точного позиционирования в пространстве. Глава Intel Брайан Кржанич рассказал, что в будущем такую птицу вы сможете вызвать просто со смартфона. И беспилотное такси доставит вас куда угодно. О характеристиках не рассказали. Однако прошлая модель Волокоптер 2Х могла преодолеть 17 миль за 30 минут. Затем батарея садилась, но предлагалось поставить новую и продолжить движение. Что ж, подобные вертолеты мы видели и на прошлой СИАС. Но если за дело взялась сама Intel, значит, все серьезно. Единственная сложность – Волокоптер ВС-200 не будет доступен, пока он не получит разрешение от Федерального управления гражданской авиации. Далее в обзоре – смартфон Vivo Sky 5 со сканером в экране. Эта функция должна была первой появиться в iPhone, но китайцы опередили Apple. В 6-дюймовый экран нового смартфона Vivo вмонтировали сканер отпечатка пальца Clare ID от Synaptics. Сканер с Play 5 способен работать только с OLED-экранами. Дело в том, что область прикосновения с пальцем должна подсвечиваться, и только после этого запустится процесс аутентификации. В целом процесс работы датчика не отличается от классического сканера. Разве что вариант под экраном работает чуть дольше. Далее в обзоре – Acher Swift 7 – самый тонкий в мире ультрабук. Он тоньше любого MacBook, всего 8,98 мм. Изящный Swift 7 SF71451 смотрится действительно эффектно. Ноутбук получил 14-дюймовый сенсорный экран разрешением 1920 на 1080 точек, с довольно узкими рамками. Правда, от топового устройства не ожидали Intel Core i7 7-го поколения. Можно было бы взять и посвежее. Также внутри 8 гигабайт оперативной памяти LPDDR3 и SSD на 256 гигабайт. Swift 7 интегрирован 4G T-моден. Это необычно. Батарея работает до 10 часов. Есть сканер отпечатка пальца, совместимый с Windows Solo. Далее в обзоре – Nokia Slate. Неожиданно для всех Nokia представила на сессии 2018 устройство для мониторинга сна. С одной стороны для наблюдения за сном сейчас можно использовать умный браслет или часы и даже просто приложение для смартфона. С другой – отдельное устройство, безусловно, будет показывать более точные результаты. Не то, чтобы таких устройств вовсе нет на рынке, но уж точно среди производителей мониторов сна нет ни одной компании с таким известным именем, как Nokia. Выводы Умеют же производители удивлять. Концепты, представленные на CEC 2018, нередко через год-другой становятся реальными устройствами, которые можно купить. А технологии от лидеров рынка определяют прогресс всей отрасли. Пожалуй, самый удивительный анонс в этом году – телевизор, который сворачивается в трубочке. Самый впечатляющий – кресло для виртуальной реальности. Но так выставка не закончилась, не закончились и сюрпризы. Мы надеемся вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал АВА. Это был обзор улитных новинок в мире электроники и техники, которые мы увидим в 2018 году. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok